Ну а теперь о громкой премьере на Первом канале, о ретро-детективе Икра. Главный герой-следователь распутывает сложные коррупционные схемы в высших министерских кругах СССР. Действия фильма разворачиваются динамично, захватывают с первых минут, а интрига сохраняется до самого конца. Дух того времени помогает передать тщательно подобранные костюмы и интерьеры. Ольга Паутова узнала, почему еще этот сериал нельзя пропустить. Слышь, Клоун, а ты кто, а? А я следователь прокуратуры. Какой-то Костенко. Костенко? Костенко. Костенко. Следователь Костенко. У него нет проницательности Шерлока Холмса или других сверхспособностей. Он работает не по правилам, для него не существует авторитетов, да и с начальством проблемы. Но только он, следователь Александр Костенко, может раскрыть самые запутанные дела. Я просто имею голову на плечах и не верю никому. У него есть свои проблемы. Он нифига не святой. Но у него есть одно главное качество, он честный. От этого все его проблемы. На этот раз Костенко идет по следу убийцы лучшего друга, следователя Федорова. Но кажется, само руководство очень не хочет, чтобы преступники были найдены. Возможно, это как-то связано с другой историей. Слышали про черную икру в банках из-под кильки в местном гастронаде? Баш на баш. Я вам помогаю с икрой, а вы мне достаете все материалы по делу об убийстве Михаила Федорова. Икра на прилавках перерастает в дело о контрабанде и оборачивается громким коррупционным скандалом, в котором замешана правящая верхушка, вплоть до министра рыбного хозяйства. Килька стоит 32 копейки, банка икры 5 рублей. Разницу долгое время умело прятали в чиновничьих карманах. Эта схема на редкость примитивна, но гениальна. К тому же абсолютно реально. В конце 70-х о рыбном деле из сухих заметок правды узнала вся страна. Это был первый случай в Советском Союзе, когда стало известно о взятках на высшем уровне. Сотни арестованных. Расстрелян замминистра рыбного хозяйства. Самого министра Александра Ишкова тогда спасла только крепкая дружба с Брежневым. У главного героя есть прототип. Это известный следователь Калиниченко, который раскрывал рыбное дело и корное дело. Наш следователь – собирательный образ человека, который обладает такой внутренней силой, что он может противостоять целой системе. Но чем ближе к разгадке, тем сложнее становится личная жизнь. И привычными методами Костенко семейное дело не распутать. Чем человек талантливее, чем он одержимее своей профессии, тем сложнее в жизни. И когда на это наталкиваешься, ну не всегда просто с этим смириться, честно говоря. Куда он пошел? К молодой, длинноногой блондинке. И блондинка действительно появляется. Напарница по расследованию. Классическая история. Могла бы быть. Простите, не могли бы так не делать пальчиком? Это дико раздражает. Ее изначально назначают для того, чтобы она следила за тем, что он вообще делает, чем он занимается. Кем эта девушка окажется на самом деле? Смогут ли они найти общий язык и выйти на след главного преступника? Что может помешать следователям? И чего им будет стоить добраться до правды? Пять тысяч долларов. Доллары не мои. Впервые вижу. Ольга Паутова, Илья Марин, Мария Емельянова и Денис Ларин. Первый канал. Итак, смотрите многосерийный фильм «Экра». Сегодня, сразу после программы «Время», первая и вторая серия.